Всем доброго здоровья! Многие знают и имеют такие мотоблоки и на базе этих мотоблоков мини-трактора. И многие знают, какое степление у этих мотоблоков. Это пародия. Вот с этой пародией я промучился три сезона от полтора гектара земли. В переработах часто пользуюсь этой пародией и часто имею проблемы. Многие уже решили эти проблемы а я вот только сейчас решился нашел время. На моем степлении часто обрываются треши, хоть и крепкие. Толщина у них 3 мм. Степление очень жесткое. Отрегулировать четкость включения практически невозможно. Спасибо ютуберам, которые подсказали как решить проблему со степлением. Многие показывали, как устранить недостатки этого степления теперь я хочу проделать эту работу и показать своим подписчикам. Возможно, еще кому-то понадобится такая переделка. В процессе переделки буду рассказывать какие недостатки, недоработки в этом степлении. Устранять и показывать. Итак, снимаю это степление. Полетело. Затем купил снова китайские. Они снова полетели. Но это в течение двух сезонов. И вот в последнем третьем сезоне купил я ремни чешского производства. Если видно, здесь написано чех. Вот попробую еще поработать и на этих. сам блок степления имеет небольшой люфт. надо бы посмотреть по швитникам. Дуговато сидит на шлицах. И вот так вот. Вот она корзина. Ужас, ужас, ужас. Вот такие вот лапки. Вот на одной даже шайбы и шприньта нету. Потерялась. Сейчас раскрутим. Ну вот сюда надо подбирать пружинки. Буду искать у себя, если нет. Вот и магазин. Пыльник. А пыли много. Пыльник много внутри. Итак, разбираем дальше. Пыльник много. запоминаем диск сцепления ступичка так ступичка так сюда ступичка выступом до наружного диска выработка равномерная подшипник о, менять надо сухой подшипник уже надо менять дальше, здесь, здесь, здесь видим сейчас сниму какое было касание касание было здесь, здесь и здесь в трех местах здесь поменьше или вовсе ее не было в этих трех местах не было касания там где пружины давили на этот диск там было и касание там и выработка в трех местах так что эти пружины точно очень жесткие они этот металл давит сопротивление сильное имеет в трех местах так значит что будем до жесткие очень жесткие пружины вот двумя руками сдавливаем еле сдавливая вот надо бы подобрать пружины чуть помягче так подшипник подшипник желательно заменить если уже снял буду менять и подшипник это получается внутренний а это наружный и такие вот дела все ищем пружины мне удалось найти подходящие пружины под лапки в гараже поэтому пришлось покупать в магазине вот такие пружинки они садятся в посадочное место покупаю их в магазине там где продают подшипники болты гайки и все прочее там там покупал шайбы в автомагазине купил пружины с копейки клапана механизма и буду менять все шесть потому как эти китайские слишком жесткие размеры размеры разные вот ight cement поменьше. Вот эти две самых высоких. В общем, они все разные. Буду ставить в жим из копейки. Ну и там посмотрим, что будет. Вдруг что? Вдруг что? Буду ставить через одну. Вот сначала ближе к шпильке поставлю заводскую китайскую. Затем в копейки. Ну и так дальше. Вот сюда, где более мягкое тело диска. Мягкая пружина. Сюда пожестче. Но это потом. Вообще-то сразу буду ставить 6 штук. С клапаном механизма копейки. Вот насколько они длиннее. Посадочное место подходит все четко. Этих пружин. Купил подшипники. Выжимной подшипник купил. Наружный. Вернее вот он наружный и внутренний подшипник. Внутренний вот сюда садится. Там есть канавка Паттай. Для пыльника. Вот он пыльник с войлоком. Открыл его бензином. И буду туда же устанавливать. На его место. Что еще я купил. Да. Больше ничего не купил. Итак. Собираю все в кучу. Это степление. Да. Старые подшипники. Немножко реставрировал. Вот сюда набил смазку. Литол. Сюда тоже этот подшипник. Хороший подшипник. Но у него была только закрыта с одной стороны. Другая сторона была открыта. Видать завода. Открыли его почему-то. Место для закрытия есть. Тоже реставрировал. И пусть лежит. Вдруг что. Верну их на место. Пока поставлю новые польские. Это польские подшипники. Я уже вот этот наружный менял. Тоже польский. Но у него выдавило смазку. Короче он был сухой. Когда я снял сцепление. Этот подшипник был сухой. Сейчас буду ставить новый. Вот здесь тоже мало смазки. Легко крутится. Наверное я скрою его и туда добавлю смазку. Вот скрыл подшипник. Да действительно там смазки практически нет. Поляки пожалели солидол. Или литол. Добавил смазки. Да кстати. Этих два подшипника. Стоит 4 доллара. Выжимной подшипник. 6 долларов. Ну вот. Это все 10 долларов. Стоит. Плюс мелочь. Не помню сколько. Кружины. Пружины. Пружины. Пружины где-то. Два с половиной доллара. 6 штук. Два с половиной доллара. Эти не помню. Копейки. Итак. Собираем все на место. Пыльник ставим. Войлочный пыльник. Подшипник. Подшипник. Все пружины ставлю в копейки. Находим посадочное место. Все таки я решил посадить эти пружины на силикон. Вот на этом диске. Затем устанавливать сюда вот на этот барабан. И направлять эти пружины в посадочное место. Вот этого барабана. Здесь их направлять намного легче. И виднее. Направил пружины. Заклепал заклепку на феридо. Ну и теперь все это надо нести к трактору. Потому как направляющих шлицов с посадочным местом для подшипника у меня нет. Но я имею ввиду кусочка этого. Если собрать сцепление на месте, то можно сместить феридо. И потом будет очень трудно, даже невозможно поставить его на шлицы. Поэтому надо собирать на тракторе все это. Вот так придерживать и нести, устанавливать на вал. И так. И так. Теперь будем пружины сцепили. Сцеплены пищевой. Вот так. Сцеплены. Сцеплены пищевой. А. А. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сюда вставляем... Шайба... Гайка... Слишком подтянули... И разбираем... Все легко разбирается... Пружины уже не толкают этот диск... Продолжение следует... 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 и затягиваем гайки при этом подтянется прижимной диск и у нас феридо будет свободное и так можно установить на вал со шлицами направить феридо и затем отпустить вот эти болтики чтобы феридо зажалось там и снова снять вот эту корзину вот это степление и уже феридо будет там направлено так я сейчас и делаю все феридо у нас свободное но там гуляет его можно направлять и сейчас буду устанавливать на вал со шлицами все феридо направил снимаем эти втулки ставим лапки лапки пружинки вот такие вот пружинки не получается на весь этот но всю эту шпильку и удавливается до самого конца легко ставим лапки сюда сначала шайбу надо ставить и гайка контргайка и так далее вот и все лапки уже не болтается лапки на месте можно устанавливать степление но сначала надо установить храповик подшипником вот такой он старый выжимной подшипник внутри уже выработка все подавлено за три года 600 литров солярный трактор сцеплением пользовался очень часто вот здесь уже вот порваться все и вот он новый подставил храповик на место подшипником скоро эту пару придется менять там уже разболтано и стерто вот такая вот пружина у меня возвратная и вот кусочек уголка один уголком можно делать натяжку или уменьшать в таком положении закрепить вот так работает храповик вот так работает храповик возвращается на место при помощи возвратной пружины решила я все же поменять вот эту пару вот этот храповик вот этот патрон рычага это сам рычаг он у меня уже сильно разболтался здесь уже элипс появился и вот эти лепестки вот видно они сильно стерлись они уже узенькие вот такая выработка вот здесь и здесь тоже на втулке тоже выработка даже ощущается ногтем и вот я купил новый храповик вот можно сравнить эти лепестки вот на новом патроне и на старом но вот этот патрон он не подходит по креплению пришлось подпиливать вот эти отверстия потому как не подходит покрепление это раз и второе вот здесь на этих лепестках были волны пришлось их подтачивать и все это эта вся пара стоит 15 долларов в интернете дешевле 10 долларов всего вот эта пара но они продаются по отдельности я купил себе в магазине и все это пришлось подгонять вот такие вот запчасти так ну с этим понятно поменяем и вот еще решил поменять вот эти пальчики вот на старом пальчике что какой люфт как все здесь бегает вот подобрал нашел какой-то палец длинный прочный его вырезал нарезал выстрелил дырочки под шплинт под шплинт а это тоже старый вот они три новых они немного толще толще они за старые и вот как они сюда плотно уходят даже чуть-чуть надо забивать вот люфта практически нет так же и здесь вот старый вот будет новый пальчик чуть потолще заходит плотненько заходит вот все люфта нет все все отлично по И так, друзья. Это не степление теперь, а сказка. Нельзя сравнить с тем, что было, так что если у кого-то есть проблемы с ним, мело переделывайте и будете довольны. Я своим очень доволен, сейчас ход педали уменьшился, плавное включение, в общем, супер. Всем здоровья и удачи.